Я командир подразделения, которое выполняло задачи в секторе, отримал задачу от корневника сектора в якости мобильного резерва выдвинуться севернее населенного пункта города Дебальцево возле населенного пункта Санжаровка. Взводный опорный пункт, который имеет кодовое название «Валера». Задача получилась такая, необходимо было усилить и надать огневую поддержку подразделения 128-й бригады, которая выполняла там задачи, которая там ввела бой. При выходе на данный взводный опорный пункт увидели картину, что военнослужащие 128-й бригады выполнили свою задачу, я считаю, в полном объеме, уничтожили уже сразу на позиции три танка противника, крайний танк уничтожили, это уже гранатами. Наша задача была, мы их усилили, оказали огневую поддержку, закрыли данный пробел, сделали заслон и выполняли задачи, чтобы не дать противнику возможности уйти вглубь нашей обороны. В основном, в основном, по взводному опорному пункту огонь ввелся артиллерией. Два С1, это гвоздики работали, работали БМ-21, Грады, работали минометы, работали танки на прямую наводку. Между взводными и опорными пунктами пытались пройти колонны противника, которые нашими подразделениями останавливались, уничтожались, возвращались, не давали им возможности пройти в глубину. На данном опорном пункте мы выполняли задачи в течение недели. Но я считаю, что поставленные задачи справились, потому что не дали возможности противнику пройти. Очень хорошо себя зарекомендовали тополеметчики КПВТ, которые у нас выполняют задачи на БТР-80. Уничтожили технику противника, уничтожили живой личный состав. Были уничтожены тигры, бронированные машины, были уничтожены Уралы, были уничтожены КАМАЗы, были уничтожены танки. Одни полностью спаленные, другие отрымали повреждения, которые потом им не позволяли дальше каким-то образом оказывать огневую поддержку подразделению противника. В ходе всего боя мы посчитали, на данном взводном опорном пункте была уничтожена танковая рота. Это заслуга как и 128-й бригады, их военнослужащих, и, соответственно, приплюсовались наши подразделения, которые тоже оказали существенную поддержку по уничтожению техники, я уже говорил, живой силы противника. Ну, исходя из того, что танк Т-72, который зашел на позицию, был уничтожен, вот как раз в нем уничтожен был экипаж, который воздравлял именно командир танковой роты. Это было ясно по документам, и плюс, соответственно, все. Как таковые после этого танковые атаки, они уже прекратились. Данные бои мы можем сравнить со Сталинградом и с Проховкой, если брать показатель и соотношение количества танков, количества сил, средств, которые были задействованы на этом направлении. Результат, соответственно, то, что эта позиция, она не была сдана. Она не была кинута. Полностью все, что туда пыталось пройти и пролезть, все было остановлено. Очень хорошо себя зарекомендовали, я уже говорил, пулеметчики КПВТ, гранатометчики. Ну и самое главное, то, что мы, можно сказать, в полной мере, в полной мере, мы свою технику не уничтожили, не кинули. Мы на той технике, которой на этот зонный опорный пункт зашли, мы и на ней вернулись. Как всегда, выполнили завдания за предназначением, держали линию обороны, отбивали линию противника, держали высоту. Унесение службы было круглосуточно, как всегда, потому что это война. Я говорю, что главная задача наша была, чтобы линии противника не прорвали на нашу территорию. Не все так, как пишут книжки, что там, или в фильмах показывают, это война и война, понимаете? Кулеметом можно стрелять, куда хотите, понимаете? Главное, там попасть, понимаете, чтобы они там не прорвались. А там по войсковой технике, или, как вы говорите, по противнику, там же как по обстановке выходят. Ну, как говорят народы, дурак, уж не боятся. Конечно, страшно, но у нас есть свой медовый притяг на войне в Украине, захищать украинский народ. Требать, захищать территориальную ценность этой страны, это знает каждый. Солдат, от солдата и высшего начальника, каждый знает, чему он на войне, какая его работа, какие его задачи, понимаете? Не могу сказать, было все разное, держались, коллектив очень мягкий, очень связанный один за одним, очень мягкий, что коллективу надо что-то, как говорят, пошукать. Я не знаю, какое там пекло на самом деле, но было жарко, так скажу вам, что было трошки жарко. Каждый пережил, каждый пережил, но все вели себя достойно, спокойно, внимательно, мощно. Дуже себя показали с позитивной стороны, я вам так скажу, наоборот. Слава Богу, что все вернулись живые. Все прошло очень хорошо. Так бы в дальнейшем, как бы успешно выполнили завдания, это было бы очень-очень хорошо. Вы знаете, нас готовили. Нас готовили. Казали, что не будет весело, не будет смешно. Действительно, Валера очень много чего научила. Это боевая слагоденность, это в первую очередь. Боевая слагоденность, выполнение чутких наказов. Действительно, деколи бывали такие моменты, что хотелось я падал. Ну, действительно, падал бойовый дух. Трошки было тяжко нам. Мы ползали ниже земли. Там навички. Ну, на посаде водителя я працюю уже давно. То есть, самое главное, это боевая слагоденность. Это все, что нам научило нас и загартировало на высоте Валера. Я солдат на посаде водителя БТРА-80. Всегда у меня в экипаже буквально 9-11 человек, в которых я всегда отвечаю. Своим кулеметником КПВТ мы всегда работаем в паре. Это очень помогает. Когда мы уезжали на боевое завдание на Валерии, там шла колона, очень долгая смейка. Благодаря общим стараниям бывали такие моменты, что мы задавали втраты для врага. Ну, в целом, наша задача была выполнена успешно. Мы получили высоту на тот момент. Это все, что я могу сказать про Валеру.